Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит. И вот некоторые темы этого выпуска. Частным приютом в Рубцовске заинтересовался главный исследователь страны. Предстоит выяснить, почему приговор его сотрудникам оказался оправдательным. Стеклянный потолок для женщин планируют убрать Минтрут России, что в Барнауле думает о необходимости гендерного равенства. Памятный знак строителям появился в Барнауле. Многие ждали, что это будет гораздо более монументальное сооружение. Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, заинтересовался частным приютом в Рубцовске. Речь идет о скандальном заведении, в котором якобы морили голодом стариков. На сотрудников интерната завели уголовное дело. Однако недавно Рубцовский городской суд оправдал всех фигурантов. Их было трое. Об этом мы рассказывали в нашем сюжете несколько дней назад. В итоге на приют обратил внимание глава Следственного комитета России. Как нам стало известно, на завтрак пенсионерам полагалась крупа, соль и вода. А ужин, например, вообще был не предусмотрен. Пенсионеры постоянно находились в душных помещениях. Верхнюю одежду старики хранили под подушками. Все это подтверждают общественники, которым удалось попасть на прокурорскую проверку в приют. Также люди, которые живут возле этого интерната, рассказали о том, что постоянно слышали крики о помощи. А правда, что было сложно общаться с близкими, кому-то позвонить, что это было либо на громкой связи и забирали телефоны? Телефона вообще не было. Вот я не видел, чтобы у кого-то там был телефон. Когда сюда переселили нас, дочка приехала, говорит, я говорю, что ж вы ни разу не навестили. Мы, говорит, сколько раз приезжали, нас не пускали. Несмотря на то, что следователи собрали доказательственную базу, в суде решили, что в действиях организаторов приюта нет состава преступления. Теперь же Бастрыкин поручил Следственному комитету по Алтайскому краю изучить обстоятельства, которые послужили основанием для оправдательного приговора. Почти 10 тысяч кандидатов примут участие в предстоящих муниципальных выборах Алтайского края. В регионе завершилась процедура и регистрация. Уже через два дня стартует предвыборная агитация в СМИ. На выборах в представительные органы местного самоуправления будет представлено 10 политических партий, а также самовыдвиженцы. В единый день голосования 11 сентября обновятся депутатские корпусы шести городов, 45 районов и округов края. В общей сложности разыграют больше 4,5 тысяч мандатов в сельских поселениях и выберут 145 местных глав. Подчеркнем, компания в нашем регионе – одна из самых крупных в стране и обойдется местным бюджетом в кругленькие суммы. А 30 тысяч в самых маленьких поселениях – до 106 миллионов рублей в Барнауле. Но для самого большого города, краевой столицы и кандидатов, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам, поскольку на территории муниципалитета зарегистрировано более 200 тысяч избирателей, избирательный фонд кандидата-одномандатника и предельное расходование средств из него не может превышать 3 миллиона рублей. Больше всего кандидатов в депутаты, представители партии «Единая Россия», меньше всего один человек от политической партии «Возрождение России». 20% кандидатов – это самовыдвиженцы. Через несколько дней кандидаты смогут начать борьбу за голоса избирателей. 13 августа в Крае официально стартует агитация в СМИ. Досрочное голосование в Крае начнется 31 августа, но в Барнауле такой возможности не будет, поскольку здесь выборы будут многодневными с 9 по 11 сентября. Горожанам предстоит избрать 40 депутатов, 20 по партийным спискам и еще столько же по одномандатным округам. Сейчас на 20 мест претендует 122 кандидата. Минтруд решил помочь россиянкам стать наравне с мужчинами в целом ряде вопросов. В стране разрабатывают концепцию гендерного равенства. Касается она прежде всего работы. Пока мы можем ознакомиться лишь с тезисами будущего документа, в стране уже начали обсуждать возможные изменения. Часто звучит слово «феминизм». Это ли вкладывают авторы в будущий подход? Что в Барнауле думают о необходимости гендерного равенства? Об этом узнавали мои коллеги. В этом году в России заканчивается срок национальной стратегии в интересах женщин. Пять лет их привлекали в политику и предпринимательство, образование и общественную жизнь. В 23-м в стране стартует концепция гендерного равенства для женщин. Тезисы – помощь в развитии лидерства, баланса работы и семьи, особое профобучение, гибкие условия, например, для вышедших с декрета. Но некоторые эксперты считают, что такой подход уже противовес равенства. С точки зрения равноправия условия должны быть одинаковые. Мы либо про равноправие говорим, либо про превосходство одного над другим. И поэтому вот как раз вообще взравноправие женщин в любых сферах начал биться как раз Советский Союз. И вообще именно у нас изначально, раньше, чем во всем остальном мире, были уравнены права. Ранние ясли, переполненные детсады и женщины на предприятиях наравне с мужчинами. Все это уже было. Но в 21-м веке дамы стали заходить в новые сферы. Очень тяжело я к этому пробивалась, потому что все говорили, как это женщина и может быть хирургом. Сейчас вы видите, сколько хирургов женщин у нас. Позже с шовинизмом Ирина Солнцева столкнулась в политике. Но за прошедшие 10 лет женщин там и в крае, и в стране стало больше. Их охотнее берут в партии, ведь это работа на свой электорат. Сейчас Ирина не видит гендерных проблем. Но так думают не все. Когда думаешь, что ты сразу уйдешь в декрет, предпочитают брать какого-нибудь мужчину, который так-то имеет тоже право уйти в декрет, но от него не ожидают, что он это сделает. То есть это уже на уровне собеседования начинает проявляться. Вопрос не в том, что мужчина – это женщина, а в том, какой это работник. Не надо путать роль, которую человек играет в обществе, и его пол. Социолог уверен, что у россиянок прав больше. Например, женщины раньше уходят на пенсию. И тогда, по его мнению, нужно либо поднимать этот срок для дам, либо пуска для мужчин. Создаваемые особые условия для образования или самореализации женщин могут задеть мужчин. По-другому эксперт смотрит и на так называемое репродуктивное насилие. Пусть выбирает, иметь ребенка или нет, так так и есть. Нет ни одного закона, который обязывает женщин иметь ребенка. Можно, конечно, сказать про общественное давление. Когда ты уже родишь, говорят наши родственники. Но связано ли это тогда с равноправием полов или это просто отсутствие навыка отстаивать собственное мнение? Некоторые специалисты все же считают концепцию довольно поверхностной. Экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина настаивает на принятии, наконец, закона о домашнем насилии, если уж говорить о равенстве. С чем не поспоришь, так это со статистикой. Труд третий россиянок оплачивается меньше, чем мужской, при одних и тех же компетенциях. Дамы трудятся по дому больше, чем главы семей. Но чаще всего пока в новой концепции видят проблески феминизма. Есть различные течения, которые борются за равенство. Это не обязательно феминизм. Есть эголитаризм, который за равенство всех и всего, например. И отдельные течения, которые занимаются правами мужчин, в основном связанные с армией. Тут в плане работы, скорее, наоборот, с переработками. И тоже есть неюридически запрещенные профессии для мужчин, которые осуждают сообщество. Маникюр, например, делает или ухаживает за маленькими детьми. И вообще феминизм – это всего лишь о том, чтобы считать женщину человеком. Я бы сказал, у нас самое неравноправное сейчас в мире и забитое – это белый мужчина традиционного окраса. Единственная, наверное, страта, которую никто нигде не защищает. По мнению экспертов, главное не допустить перекосов. Ведь нужно развивать равные возможности для всех. А еще важно не допустить межполовых конфликтов. Иначе общество остановится в развитии. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. На проспекте строителей накануне профессионального праздника сегодня открыли памятный знак, посвященный работникам строительной отрасли. Он установлен по инициативе Союза строителей региона. Выражаю глубокую признательность строителям и ветеранам отрасли. Надеюсь, уверен, что этот памятный знак станет достойным украшением города, Барнаула и Алтайского края. Сооружение выполнено из гранита на Колыванском камнерезном заводе. Это небольшая стела в темных и светло-серых тонах высотой около 4 метров с надписью «Памятный знак» в честь строителей Алтайского края. Концепцию разработал Алтайгражданпроект. Стиль конструктивизма, я думаю. Строители – это конструкторы. Ну, в принципе, неплохо, но хотелось бы что-нибудь монументальнее. Все же заслуг у строителей гораздо больше, чем оценивается этим памятником. Но какой есть, и за то спасибо. Они возводят дома, небоскребы, а еще мосты. Пожалуй, самый заметный объект в городе, где сейчас строители ведут работы – путепровод на проспекте Ленина. Реконструкция моста идет и днем, и ночью. И все благодаря слаженной работе строителей. Анара Шагирова подробнее. Реконструкция путепровода на проспекте Ленина идет круглосуточно. В 8 утра одна бригада сменяет другую. Монтажник Роман Антропов отработал ночную смену и теперь отправляется отдыхать. Но уже сегодня в 8 вечера он снова выйдет на объект. Демонтаж путепровода продолжится. Ну, вот сегодня будут там как железнодорога даст окна. Они, видите, по-разному времени суток дают. Что бывает в 10 вечера, бывает в час ночи. И вот за это время надо успевать. Тяжеловато, что днем лучше, конечно. И несмотря на то, что основная работа приходится на ночь, днем забот тоже хватает. Хотя и не таких масштабных, говорит прораб Дмитрий Журавлев. Среди 30 человек, работающих на объекте, он главный и знает все до мелочей. Сейчас производится обварка труб. Это труба теплоснабжения. На субботу намечен монтаж. Вот на эти опоры она будет ложиться. Придет кран с грузоподъемностью 125 тонн. Будем монтировать. Завтра днем здесь планируется демонтаж балок пролетного строения. Но это днем будет тоже большим краном демонтироваться. Дмитрий в своем деле далеко не новичок. Когда-то возводил мост через Общин-Новосибирске, затем Барнаульский старый мост. Этот объект в его карьере будет уже 15-м. Каждый мост по-своему сложен, но здесь, конечно, есть свои сложности. Это, во-первых, много параллельных инфраструктур. Это связь, РЖД. Это городская черта, ограничивающая во многом. Конечно, сложности здесь также есть, как и на многих других. Сегодня, рассказывает, будет работать днем. Затем небольшой отдых и заступит в ночную смену. Семья говорит, к такому графику уже привыкла. Надо, значит, надо. Анна Рашигирова, Александр Антропов. День с толком. Проблемный жилой комплекс «Парковый» скоро сдадут в Барнауле. Его строительство подходит к завершению. Первые ключи от квартир дольщикам должны передать уже в конце сентября. Об этом во время выездного совещания сообщил глава города Вячеслав Франк. Был проблемным, стал образцовым. Жилищный комплекс «Парковый» – удачный пример того, как можно решить непростую ситуацию, в которой могли пострадать люди. Полтора года назад на объекте остановили работы. Застройщик был вынужден расторгнуть договор с подрядчиком из-за низких темпов и качества работ. Тогда дольщики обратились за помощью главе Барнаула Вячеславу Франку. Создали межведомственную рабочую группу с участием дольщиков, депутатов гордомы и строителей. И вот в ходе этих диалогов рабочая группа начинает понимать, какие меры нужно предпринять, какую помощь, может быть, нужно оказать застройщикам. То есть мы не площадка, просто для обсуждения. Потом даются тысячи поручения, идет проработка. На первом этапе заседания рабочей группы проходили практически еженедельно. Было много споров и справедливых упреков от людей. Но компромисс в итоге нашли. Определили нового подрядчика и объект стали достраивать. Мы взялись за эту ситуацию и вот, на мой взгляд, справились с этой задачей. То есть через месяц-полтора эти дома будут сдаваться. Поэтому все люди получат свои квартиры, будут довольны. Первую, по номеру, третью блок-секцию жилого комплекса сдали в конце прошлого года. Ключи от квартир дольщикам обещают начать выдавать с 25 сентября. А в целом сдать объект до конца октября. Хотелось бы сказать слова благодарности строителям за то, что они подхватили этот объект, выложили собственные средства на первом этапе. Ну и мы сегодня достойно достраиваем этот объект. Готовность четырех блок-секций почти стопроцентная. На финальной стадии работы по монтажу системы водоснабжения и лифтов, электропроводки в квартирах. И уже благоустраивают придомовую территорию. Обещают также привести в порядок дорогу, что ведет к жилищному комплексу. Единственный подъездной путь сегодня – грунтовый и достаточно разбитый. Елена Макаренко. День с толком. И для жителей, и для экстренных служб. В Нагорной части Барнаула построили новую дорогу к большому строящемуся жилому комплексу. Прежде добраться туда было непросто. Значимости событий добавляет тот факт, что появилась дорога благодаря государственно-частному партнерству. Об этом расскажем далее. Добираются домой не по ухабам, а по асфальту. В Барнауле появилась новая дорога по улице 6-я Нагорная. Больше километра свежего полотна, который ведет к строящемуся жилому комплексу. Здесь уже живет почти полторы тысячи человек. В мэрию периодически поступали жалобы на качество дороги. Этим летом властям удалось договориться с бизнесом о совместном решении проблемы. От Заменогорского тракта, я думаю, камера может даже подснять до тех пятиэтажей, которые у нас за спиной. Это муниципалитет взял на себя. Спасибо депутатам. Мы быстро рассмотрели этот вопрос, дополнительно выделили денежные средства. Вот эту оставшуюся часть дороги построил Комяков Андрей Геннадьевич, руководитель строительной компании, которая здесь строит жилье. Но было приятно, что мы вот так вот вместе смогли сделать эту дорогу. 630 метров построил город, потратив 5 миллионов рублей. Еще 450 метров застройщик, вложив это больше 6 миллионов рублей. На части дороги заменили старое покрытие, на другой укладывали с нуля. В завершение работ была проведена отсыпка и укрепление обочин, также щебеночной песчаной смесью. В государственном частном партнерстве заинтересованы обе стороны. В будущем жилом комплексе введено 20 с лишним тысяч квадратных метров. И это всего 15 процентов от того, что будет. Кроме жилых многоэтажек и автостоянки, школа, детсад, учреждения, доп. образования. Но есть и еще один важный момент. Помимо комфорта жителей, это еще и доступность в любой экстренной помощи, в том числе и медицинской, в том числе и МЧС, не дай бог, конечно. Но тем не менее. Поэтому, если говорить о дорогах и говорить о сегодняшнем событии, это событие, с одной стороны, знаковое, с другой стороны, оно очень и очень важное, обеспечивающее жизнедеятельность всего этого прекрасного нового микрорайона. Власти подчеркивают, что в таком виде дорогу не оставят. Вдоль проезжей части появятся тротуары и освещение. А еще в этом году дорожники обновят светофор на пересечении Зменогорского тракта и 6-й Нагор на улице. А для пешеходных переходов установят светодиодные светильники. Анастасия Дороган. День с толком. Платья невесты и венки с фатой, гармошка и водка – как неизменные атрибуты торжества. Жители и гости Барнаула могут окунуться в атмосферу советской свадьбы. В музее «Город» работает выставка «Совет да любовь». Об особенностях организации свадебного банкета во времена СССР в сюжете далее. Свадьба в советское время, пожалуй, главное частное торжество. На него старались пригласить всю родню, а порой и деревню, и обязательно закатить большое застолье, дабы не ударить в грязь лицом. Ну, праздничный стол – это вообще такое было событие очень колоритное. Все свадебные угощения, они готовились семьями самостоятельно, на это тратили несколько дней и ночей бессонных. Появлялись там и салаты, и очень часто мы видим там те же самые соленья, маринованные огурчики и так далее. Этим всем не брезговали и вполне считали подходящей закуской для праздничного стола. Особое внимание, конечно, виновникам торжества. Невеста исключительно в белом наряде, который нередко шили вручную. Самым, наверное, старинным на нашей выставке является вот этот свадебный венок. Примерно 1920-30-е годы. Сделан в такой довольно древней технике ганутедли, для которой бралась длинная проволока, и на нее уже наматывалась шелковая нить, и потом же формировались вот такие лепестки. Такая вот была мода в то время. Ну а из платьев является самым старинным вот это вот замечательное платье 51-го года. Именно в 30-е годы 20-го столетия, рассказывает экскурсовод, и зародились особенности свадьбы по-советски. Торжество удивительным образом сочетает религиозные и светские обычаи. От выкупа невесты и хороводов гостей до официальной регистрации в ЗАГСе. В платьях, которые музею передали в дар барнаульце, в ЗАГСах побывало 20 горожанок. Причем некоторые из них не единожды, но каждый раз событие было торжественным. Вот у нас есть вот такое потрясающее платье, в котором невеста выходила замуж дважды. 6 лет разница была между первой и второй свадьбой. Действительно, очень такой уникальный фасон, интересный раньше, и я таких, по крайней мере, не встречала. Гуляли с душой, и, как правило, несколько дней. И подарки молодоженам старались дарить не только полезные в быту, но и оригинальные. Их тоже часто делали своими руками. Вот, например, у нас есть такая булава подарочная с надписью, на которой написано «Бей мужа с молоду, будет муж золото». Незазорным было напиваться на свадьбе, поэтому случались и конфликты. Но драка считалась хорошей приметой. Мол, молодые жить будут долго и не разведутся. А еще застолье не обходилось без главного тоста. Горько! За молодых выпить! Это святое дело! Горько! За веселым воспоминанием приходите в музей «Город». Работа выставки «Совет да любовь» продлится до конца лета. Елена Макаренко, Вадим Быстревский. День с толком. Барнаульские футболисты проиграли первый домашний матч нового сезона. Он завершился со счетом 3-1 в пользу пермской команды. С начала сезона это уже третье поражение «Динамо Барнаул». Прежде белоголубые уступили двум командам из Оренбургской области. Это значит, наши футболисты не набрали ни одного очка и сейчас располагаются на последней, 12-й позиции в турнирной таблице. Ближайший шанс отыграться будет совсем скоро, 13 августа в субботу. Вновь на родном поле «Динамо» примет ижевский «Зенит». Продолжение следует...